Михаил Зощенко. Агитационный рассказ о вреде крещения. Читает Геннадий Постригайло. Вот, братишки, истинное происшествие на днях случилось. И это не только происшествие, это настоящая даже драма из жизни небогатых беспартийных людей на почве религиозных заблуждений. Тут, конечно, все вокруг виноваты. И сами супруги Тишкины виноваты, и ихняя маменька, беспартийная старушка, виновата. Ну, и я, конечно, не без вины. А в апреле месяце у молодых супругов Тишкиных родилась девчонка. И такой прелестный ребенок восьми с половиной фунтов, что даже посторонним людям от зависти смотреть противно. А про родителей и говорить не приходится. Глаз они с ребятенка своего не сводят и все на весы прикидывают, дескать, вес каков. А вес восемь с половиной фунтов с небольшим походом. С реальцем несколько побольше. А если подушечку подложить, то и все девять фунтов набегают родителям на утешение советскому отечеству на пользу. Так вот, у небогатых супругов Тишкиных родился ребенок, а на третий день после того приезжает из Твери ихняя мамаша. Да, говорит она, ребенок славный. Такого, говорит, ребенка, ежели не крестить, прямо грех перед Богом. Надо, говорит, его обязательно крестить. Ну, молодые супруги, конечно, в слезы. Плачут, рвут на себе волосы и пеплом их посыпают. Да что вы, говорят, мамаша. Вы, говорят, хотя нам и ближайшая родственница, но лепечете явные пустяки. Не можем, говорят, мы пойти против совести, крестить ребенка по церковным обрядам в купеле и испевчими. А старушка на это отвечает загадочно. Да-с, говорит, ребенок молодой. Может, конечно, без крещения помереть, ежели, скажем, его ангельская душонка соскучится без святой водички. Ну, родители на это, одним словом, совершенно плачут и мучаются и голову пеплом посыпают. Дескать, зачем же помирать ребенку в полном рассвете своих сил и молодости? Лучше уж тогда действительно крестить. Так вот, где только крестного отца раздобыть? А я на это отвечаю. О, ежели, говорю, ребенку выражает смертельная опасность, то я могу, как комнатный жилец, пойти на компромисс и крестить вашего ребенка. Хотя, говорю, это идет против совести и эпохи. А главное, говорю, дорогонько будет стоить. Золотой, говорю, крестик, хотя и в ползолотника, по карману меня шлепнет, будьте покойны. Кроме того, говорю, кружевные рубашечки даром не раздают по магазинам. Это, говорю, понимать надо и чувствовать. Ну, родители на это просят в один голос. Дескать, пожалуйста, что за счеты, лишь бы было бы охоты. Ну, можно, говорю. Хотя, говорю, в таком случае, конечно, надо бы вам венца поставить после того, как произойдет в церкви таинство крещения. Я, говорю, хоть и неверующий человек, но, говорю, выпить не дурак. И от выпивки не отказываюсь. Хотя, говорю, многие ученые и партийные люди отрицают вино и никотин, считая это явление вредным как для благородных частей организма, так и для почек и для селезенки с печенкой, частей неблагородных. И, чтоб, говорю, ко всему этому была бы небольшая закусочка. Ну, родители, конечно, погоревали насчет дороговизны жизни, но спорить очень не стали. И на другой день в церкви бывшей великомученицы Ксении Блаженной произошло таинство крещения. Принесли ребенка, развернули, окунули, записали, заплатили, плюнули и понесли назад. А когда ребенка развернули, я сразу подумал, не застудили бы черти ребенка в холодной атмосфере. Ну, так оно, конечно, и вышло. Ребенок заболел и через неделю, как есть, помер. А медики в один голос заявили, что ребенок помер от ужасной простуды и от ныряния в воду после теплого одеяльца. Горе родителей не поддается описанию. Горе крестного тоже не поддается описанию. Родители не вернули золотого крестика. Нам, говорят, сейчас не до крестика. Горе горем, а крестик вернуть надо было бы. Божественное 1 ноября 1923 года был католический праздник всех святых. Во время этого праздника Ксенц Смоленского костела обратился к прихожанам, как сообщает газета «Рабочий путь» номер 265 с такой проповедью. Я, как хозяин костела, нанял органиста Дашкевича. Костельный совет платил органисту сначала 150 миллионов, потом 200, потом 400, и все с него мало. Теперь мы платим ему даже пять рублей золотом по курсу дня. Кроме того, я ежедневно даю обед Дашкевичу. Но нужно сказать, что этот органист за троих ест. Такой обжора. Так сообщает газета. Дальше нам, думается, было так. Ксенц поднял руку для благословения прихожан, но раздумал и, потирая свою бритую полную щеку, продолжал. Ей-богу, обжора каких мало. Таких обжоры свет не видывал. А чего он, съедает, что ли, много? Спросил кто-то из прихожан. — Съедает много, — сказал Ксенц. — Я же и говорю, жрет ты жрет, сукин сын. Дашь ему обед, он и первое блюдо слопает, и второе, и хлеб еще трескает. Прихожане оживились и, закрыв молитвенники, стали рассуждать о дороговизне. — Ужас, как жрет, — снова начал Ксенц. Обед слопает, а после еще и чаю просит. — С сахаром? — спросил кто-то. — Да, ему с сахаром он и с сахаром вылокает. Ему-то что, не его сахар? — Давеча дал я ему сахару два куска. На месяц, говорю. А он в раз слопал. — Врет, — раздался чей-то голос. Позади Ксенца появилась растрепанная фигура органиста. Был органист высокий и худой, и костюм на нем висел, как на палке. — Врет, — снова сказал органист. — Кусок он мне дал, а не два. Прихожане встали со своих мест и с явным любопытством разглядывали органиста. — А хоть бы и кусок, — сказал Ксенц, махая на органиста руками. — Кусок тоже денег стоит. — Уйди, собачий нос, уйди. Я хозяин костела. Органист потоптался на одном месте и ушел под свист публики. Ксенц поднял руку для благословения, но снова раздумал и, опустив руку, продолжал печальным голосом. — Или еще того чище. Штаны с френчем просит. — Купите, — говорит мне, — штаны с френчем. А я ему говорю, видал, говорю, как лягушки скачут. В публике засмеялись. Ксенц в третий раз поднял руку и, бормоча что-то себе под нос, благословил прихожан. Началось молебствие. На крыше тихонько плакали херувимы. Святочные рассказы 1913 год Колокола гудели. Графиня фон Пиксофон попудрила свои губы и кокетливо улыбнулась. — Стук, стук! — раздался стук, и в дверь просунулась чья-то выхоленная борода. — Войдите, — сказала графиня по-французски. — Мерси, — сказала борода, входя. — Это была борода, никто иная, как барон Штепсель. — Ах! — подумала графиня фон Пиксофон, падая без чувств. — Осторожнее падайте, графиня! — раздался чей-то голос из-под кровати. Это был голос, никто иной, как Васька Хрящ, который хотел ограбить графиню, но, раскаившись в своих преступлениях, он решил предаться в руки правосудия. — Ах! — сказала графиня по-французски, падая без чувств. — В чем дело? — воскликнул барон, наставляя на Ваську револьвер с пулями. — Вяжите меня! — хрипло сказал Васька, зарыдав от счастья. И все трое обнялись, рыдая от счастья. А там, вдали за окном, плакал чей-то полузамерзший труп ребенка, прижимаясь к окну. Колокола гудели. 1915 год В воздухе свистели пули и пулеметы. Был канун Рождества. Прапорщик Щербатый поправил на загорелой груди Георгиевский крест и вышел из землянки, икнув от холода. — Холодно в окопах! — рассуждали между собой солдаты, кутаясь в противогазовые маски. — Ребята! — сказал им прапорщик Щербатый, дрогнувшим голосом. — Кто из вас в эту рождественскую ночь доползет до проволоки и обратно? Молчание воцарилось в рядах серых героев. Прапорщик Щербатый поправил на груди Георгиевский крест и, икнув от холода, сказал — Ну, тогда я доползу. Передайте моей невесте, что я погиб за веру царя и Отечества. — Ура! — закричали солдаты, думая, что война кончилась миром. Прапорщик Щербатый поправил Георгиевский крест и пополз по снегу, икая от холода. Вдали где-то ухал пулемет. — Ура! — закричали серые герои, думая, что это везут им ужин. 1920 год. Приводные ремни шелестели. Огромные машины мерно стучали мягкими частями, будто говоря — Сегодня сочельник, сегодня елка. — Никаких елок! — воскликнул Егор, вешая недоеденную колбасу на шестеренку. — Никаких елок! — покорно стучали машины. — Никаких ельников! В эту минуту вошла в помещение уборщица Дуня. — Здравствуйте! — сказала она здоровым, в противовес аристократии голосом, вешая свою косынку на шестеренку. — Не оброните колбасу! — сказал Егор мужественным голосом. — Что значит мне ваша колбаса? — сказала Дуня, когда производство повысилось на тридцать процентов. — На тридцать процентов! — воскликнул Егор в один голос. — Да! — просто сказала Дуня. Их руки сблизились, а вдали где-то шелестели приводные сыромятные ремни. 1923 год. Курс червонца повышался. Непман Егор Нюшкин, торгующий шнурками и резинками, поселился вокруг елки, увешанной червонцами. Огромное зало в три квадратных сажений по двенадцать рублей золотом по курсу дня за каждую сажень было начищено и сияло полотерами, нанятыми без биржи труда. — Ага! — подумал фининспектор, постукивая. — Войдите! — сказал торговец, влезая на елку, думая, что это стучит фининспектор и не желая расстаться с червонцами. — Здравствуйте! — сказал фининспектор, разувая калоши государственной резиновой фабрики «Треугольник» по пять с полтинной золотом за пару по курсу дня, купленной в ПЭПО с двадцатипроцентной скидкой. — А где же хозяин? — Я здесь, — сказал хозяин, покачиваясь на верхней ветке. — Слазь от этого, — сказал фининспектор, сморкаясь в чистую бумажку. — Я принес вам обратно деньги, переплаченные вами за прошлый месяц. — Да ну! — сказал Непман Нюшкин, качаясь. В этот момент хрупкое дерево, купленное из частных рук, не выдержало и упало, придобив своей тяжестью корыстолюбивого торговца. Так наказываются жадность и религиозные предрассудки. Вносите же подоходный налог. Черт! — Ну, братцы, расскажу я вам историю, да только чур не смеяться надо мной. Историю эту, ей-богу, я не выдумал. Да у меня такой фантазии никогда не было. А историю эту мне рассказал землячок мой, военный летчик Прокопченко Семен Афанасьевич. А история эта насчет бабки Анисии. Шла, видите ли, бабка Анисия из монастыря, из Почаевской лавры, с Богомолья. Шла, конечно, пешком. А до дому, до деревни Стружки, было от монастыря верст это к тридцать с гаком. Гаку было три версты. Вот бабка Анисия прошла сгоряча пятнадцать верст, а на шестнадцатой версте свалилась. А еще бы, накланилась бабка угодникам в монастыре самосильно. Мало того, что святым, а и всем праведникам и чудотворцам, и даже каждому маломальски заметному священному ученику в отдельности. Даже преподобному Морою. Смешно даже. Зато никому никакой обиды. Ну и, конечно, от поклонов раскачала бабку. И до того ее милую раскачала, что на шестнадцатой версте шагу она шагнуть не может, хоть коровой кричи. Ну, прям-таки расхлябался весь скелет бабкин до невозможности. Закланялась через меру. Свалилась бабка на шестнадцатой версте ввиду деревни Тычкино. Полностью раскрыла рот для воздуха и лежит возле самой канавы. Скучает. — Ишь ты! — думает. — Клюква. — Перехватила? — думает. — Я в смысле поклонов. Нельзя же всем святым в рот им ситный. Себе дороже. И вот лежит бабка возле канавы. Налево деревня Тычкино, направо овес, а ежели прямо лес, лес и болото. И очень обидно стало бабке, что свалилась она подле болота на чужой стороне возле деревни Тычкино. — Ох! — думает бабка. — Ежели я тут скончаюсь, то мне, конечно, зачтется. Бог-то все видит. Но только мне немыслимо худо скончаться. Это и корова может меня нанюхаться, и баран может ногой пихнуть. Мало ли что. — Ох! — думает. — Дала б я полжизни, чтоб мне очутиться в стружках. Да и что полжизни? Черт-то бы самому душонку продала. Нехай уж. Только мне тут немыслимо помирать. Деревня чужая, лес, болото, пакость болотная. Только так бабка подумала, вдруг слышит этакий удивительный шум и стрекот. Оглянулась бабка, что за пустяки. Глазам бабка не верит. Перед самой, то есть канавой, на мужицком овсе, стоит этакое большое сооружение. Дом не дом, машина не машина, автомобиль не автомобиль, а на колесах и вроде как едет. — Мобиль! — подумала бабка и вдруг испугалась. — Ой! — думает. — Мать честная, Пресвятая Богородица, Дева, радуйся! Как же это? Мобиль-то шоше съехал и стоит вблизи канавы. Фот ты! — думает. — Пропасть! Села бабка на земь, обтерла глаза. Не обмешурилась ли, думает. Да нет. Стоит машина на овсе, а под машиной на пузе елозит какой-то представительный мужчина с бородой. Возрилась бабка на мужчину, а тот молчит, что тень. Худо стало бабки от того, что тот молчит, и сказала тогда бабка нарочно с сердцем. — Ты что же это, батюшка, молчишь-то, сукин кот? Ты что же это на христианском овсишке на пузе плаваешь? Это я могу, если надо, христианам тычкинским пожалиться. Это, батюшка, не показано, чтобы на овсе с мобилем елозили. Ты, может, уронил что? А мужчина встал, посмотрел в канаву и говорит басом. — Уронил, загогуленку уронил. А ты, мамаша, брось жалиться. Я, — говорит, — сейчас свернусь. Какая моя вина, ежели порча вышла? А ты чего, между прочим, лежишь-то? Легче стало бабке от того, что мужчина голос подал. — Ох, — говорит, — батюшка, да как ж мне не лежать, ежели лежать приходится? Перекланилась я, батюшка, в монастыре-то. Перекланилась и, конечно, сломил меня вблизи деревни Тычкино. Весь шкелет растрясло, кости из сустава вышли. И лежу я, батюшка, возле канавы. Ты бы меня, батюшка, провез бы на мобиле-то. — Ну что ж, — сказал мужчина, — можно. А куда весит-то тебя? — Да я же и говорю, в стружке, батюшка. Это-ка все по шаше, по шаше, по шаше, а после, конечно, влево. Первая-то изба Марьи, вторая будет Петровича, а моя притулилась подле. — Знаю, — сказал мужчина, — садись, мамаша. Посадил он бабку в мобиль, ремнем ее прикрутил, чтобы на повороте не выпало. — Держись, — говорит мамаша. — Вот спасибо, — сказала бабка. — Да только ты не шибко, батюшка, я не могу чтоб шибко. По шаше все, по шаше, дорога она легкая. Сел мужчина, да вдруг как застукочет чем-то, да вдруг как пиханет вперед, как сорвется с земли, а внизу канава, внизу деревня Тычкина, лес, и поплыло все. Олькнула бабка, взялась за подрамок рукой и замерла. Хотела креститься — руку не поднять, хотела ногой шевельнуть — ногу не согнуть, хотела из кармана пузырек вынуть с иже-херувимскими каплями, а кармана-то нету и ничего нету. — Черт! — подумала бабка, и замерла, что не живая. И вдруг три минуты прошло. — Пожалуйста, приехали, вылезайте, родная деревенька Стружки. Встала машина в поле. Народ, конечно, сбежался. Девятся, хохочут, бабку за юбку теребят. А бабка и ногами не отбивается, сидит, что падаль. И сходить не хочет, только глазами крутит. Сняли родные племянники бабку с машины, домой отнесли, положили на лавку. Лежит бабка на лавке и кушать не просит. Вот и все. Вот, пожалуй, что и вся история о том, как бабка Анисья летала на воздушном Яроплане. А, впрочем, не вся. Когда землячок мой, военный летчик Прокопченко Семен Афанасьевич, досказал до этого места, то спросил нас. — А ну, братья, чего, думаете, произошло с бабкой? Тогда, конечно, один из нас, настроенный пессимистически и грустно, высказал предположение, что померла бабка. Другой, учитель второй степени, подумал, что бабка записалась в партию. А я сказал, дескать, бабка в бога перестала верить или приняла католичество. Но все это было не так. Оказалось, через день после того пришла бабка в себя, очухалась, расспросила строгим образом у племянников, как-то она появилась дома, и, горько заплакав, помолилась на все иконы и велела вести себя в монастырь. И там она живет и посейчас. А нам наплевать.